Всем привет! Мы сидим дома на больничном все еще. Думала, в четверг пойдем в поликлинику и нас уже выпишут в пятницу. Пятница у нас была 16-е вчера. В пятницу думала, пойду уже на работу и младшего в садик поведу. Но ничего не получилось, не выписали нас, все еще сидим дома. У меня опять отросла челка, нету челки совсем. И я думаю, что не хочу даже ничего выстригать сейчас вообще. Мне что-то мои волосы все не нравятся и не нравятся. Смотрю на видео года два назад, которые были где-нибудь в апреле 2014 года. Такие, вы даже уже больше, почти три года, считайте, назад. И мне там так нравятся мои волосы. Они такие какие-то были поярче и получше. То есть там было все так хорошо, все так красиво лежало у меня. А сейчас то, что я с четми, как-то совсем не очень нравится. Сейчас собираемся пойти наконец-то с детьми погулять. Дома уже нет сил сидеть. На улице сегодня хорошо, что-то минус 4, минус 6, где-то так. В общем, не холодно, не как вчера. Наконец-то я дочитала Шантарам первую часть. И читаю сейчас вот такие вот книжки. Как говорить, чтобы дети слушали, как слушать, чтобы дети говорили. Ну, тут такие советы, конечно, не знаю. Советы какие-то, комиксы. Пишите еще сами что-нибудь. В общем, не знаю. Это надо сразу как-то все применять на практике. А я, мне кажется, про это все забываю. Ну, так-то, в принципе, наверное, это может даже подействовать. Я совсем немного еще прочитала. Вот столько вот всего лишь. Сколько это страниц? Не знаю. 95-я страница сейчас у меня. Вот. Пока еще не могу сказать своего мнения об этой книге, полностью сформировавшегося. Но так ничего, можно почитать и что-то, наверное, даже намотать на свой родительский уз, чтобы в дальнейшем лучше взаимодействовать с ребенком, чтобы действительно ребенок все там рассказывал, чтобы чувствовал ваше сочувствие, понимание и прочее. И читаю вот эту еще книжку. Не навреди называется. Написал ее нейрохирург Генри Марш. Ну, вот. Я ожидала, конечно, как-то больше, знаете, таких каких-то историй. Что думала, что в этой книжке будет много каких-то таких интересных историй. Печальных, не печальных. Что-то пока читаю. Тут все такое с хорошим, можно сказать, концом. Все, что он пока рассказывает, здесь все положительно заканчивается. Но думаю, что, наверное, тут что-то еще будет такое, что не очень будет хорошо закончено. В общем, он делал много операций в своей жизни на мозгах других людей. В общем, да. И мне тут понравилась одна фраза. Я даже где-то листочек загнула. Сейчас вам ее покажу. Так. Я даже... Сейчас, подождите. Короче, тут про мозг. Если этот процесс... Вот. Неужели мысли, которые рождаются в моей голове, когда я смотрю на этот здоровенный кусок жира и белка, покрытый кровеносными сосудами, действительно состоят из такого же вещества? И ответ неизменно. Один и тот же. Да, это так. То есть он делает операции на чужом мозге, и при этом думает он точно таким же своим мозгом. В общем, да. Интересно иногда местами читать эту книгу. Но я почему-то думала, что она будет такой более захватывающей для меня. Но пока тоже интересно почитать вот эти все истории. Дети сидят и ждут, когда я им включу мультик. При этом сами ничего игрушками не хотят заниматься. Старший сидит с телефоном. Вот наволочки, которые у меня получилось шить. Это я сшила на икеевскую подушку. 35 на 35 маленькую наволочку. У меня из того кусочка, который я показывала, я не знаю, будет это у меня в видео или нет, правда. Получилось две такие наволочки сшить. Ну, как раз буду вот их менять на этой маленькой икеевской подушке. Кот вообще уже елку хочет своротить. И гирлянды наши все съесть, и на подушках спать. Здесь, правда, эта наволочка под стандартную большую подушку 70 на 70. А здесь у нас подушечка маленькая, поэтому так не очень она на ней смотрится. Вот, что у меня получилось. С одной стороны такое, с другой стороны вот такое. Прикольно. Мне нравится, в общем-то. Ну, и детям на новеньких подушечках тоже наволочках нравится спать. Вот. Хочу еще что-нибудь сшить интересненькое. Хотя сейчас первым делом надо нам в садик белый флисовый шарфик шириной 15 сантиметров. Мальчики будут у нас там снеговичками. Заходили сегодня с сестрой магазинчик с тканями и фикс прайс. И, конечно же, я не могу не поделиться. Думаю, хотя бы в формате влога это сделаю. Что же я там такое купила? Это я купила масло машинное. Мне нужно смазать мою швейную машинку. Хотя я ей, в принципе, достаточно редко пользуюсь в последние годы. Но сестра тоже купила примерно такую же машинку. Я пришла к ней и послушала, как у нее она беззвучно шьет. А моя просто безбожно стучит по сравнению с ее машинкой. И я купила 40 рублей всего стоит это масло. Теперь самое главное закапать его туда, куда надо. Там нужно будет раскрутить несколько болтиков и смазать буквально капелькой масла те места, которые нужно смазать. У него, интересно, есть какой-то срок годности? Ой, вам так вообще ничего не видно, да? Вот что здесь написано? Вообще не фокусируется. Уже темно на улице, на окне я не могу снимать. Не нашла у него срока годности, поэтому думаю, что долго можно им пользоваться, если что. Купила вот эти вот ограничители для шнурков. Читала в интернете информацию по лыжам, первоклассникам и прочее. Короче, оказывается, не мы одни не умеем плотно завязывать на шнурках бантики. А я не подумала, когда мы покупали ботинки, мы купили их со шнурками. И я купила вот эти вот ограничители. То есть мы их просто наденем и будем так туда. Он будет, точнее, у меня самых за, как это назвать, двигать по шнурку и тем самым ограничивать их подвижность ботинков на ноге. Ботинка на ноге. В общем, на сову, да, похоже на сова. Вот, два таких. Есть еще на одну дырочку ограничитель. Но я думаю, что два шнурка в одну дырочку не влезут. А это я как раз где-то вычитала в интернете, что ограничителями вот такими вот пользуются. Вообще супер идея. Молодец тот, кто ее придумал. Я рада, что не надо пока покупать новые ботинки. Попробуем с ограничителями ездить. Тем более, один раз тут ездили, второй раз была низкая температура, не ездили. На следующей неделе, неизвестно, поедут или нет. Купила вот такую вот ленточку. На многих, на новогодних фотографиях, на елочках видела бантики из красной ленточки. Такие красивые на елочках висят. Но у нас в магазинах, то ли я не посещаю эти магазины, то ли просто нет. Таких игрушек на елку нет. Я решила попробовать сделать бантики своими руками. Думаю, это не очень сложно. Только вот такая лента была. Не знаю, сколько тут она сантиметров. Я хотела еще поуже, честно говоря, взять. Но не было уже. Я купила такую, попробую сама сделать бантики. Просто их завязать. И здесь нужно в серединке еще какую-нибудь, не знаю, жемчужинку красивую или какое-то другое украшение пришить. Будет вообще очень здорово смотреться. И покупки из фикс-прайса сейчас вам покажу. Вообще чудо-досочка. Мне она очень понравилась. Вот, смотрите. Это доска типа разделочная, с бортиками такими небольшими. 50 рублей стоит в фикс-прайсе. Я ее буду для хлеба использовать. Потому что у нас на столе постоянно крошки. А здесь можно будет разрезать. И с доски все замечательно смахнуть. Я прям ее как увидела, поняла, что она просто для меня там лежала. Еще я купила вот такие носочки. 50 рублей они стоят. Такие новогодние. Мне они тоже очень понравились. Думала старшему, но посмотрела потом. Они только 18-20. 20 это сантиметров. А у старшего у меня уже нога больше, чем 20. Короче, младшему. Но младшему тоже пригодятся. У него почему-то, как всегда, мало носков. К нам, кстати, по поводу топота и различных шумов соседи бывают, приходят. Ну, вы, наверное, тоже сейчас слышите, как дети у меня играют. Еще я купила сгущенное молоко. Сгущенное молоко, я не знаю, почитала, вроде бы, настоящее сгущенное молоко. Написано, сгущенное молоко с сахаром, не сгущенка, ничего такого подобного, не продукта. Именно, что сгущенное молоко с сахаром и ГОСТ какой-то 12-го года. И состав тоже тут почитала. Вроде бы, на сгущенку настоящую похоже. 50 или 55? 50, вроде, рублей стоит. Похоже на настоящую сгущенку. Купила. И купила фейри. Фейри стоит 55 рублей. Думаю, вообще здорово. Куплю. Давно не видела фейри по такой цене. У меня, конечно, еще не закончилось средство для мытья посуды. Но я люблю, чтобы у меня было в запасе. Вот. Так что, вот такие у меня покупочки. Вообще, очень рада этой досочке. Сегодня случайно зашла и купила. Надеюсь, вам понравилось то, что я приобрела. Да, хотела уже с вами попрощаться, но вспомнила, что я снимаю типа влог. Так что, продолжаем. А вот и ограничители на ботинках. По-моему, очень даже хорошо держатся, крепко. В общем, он у меня будет... Снимать их полностью не будет. Просто будет отодвигать. Ну, а, кстати, узелки завязать, чтобы он их не снял. А то на одну еле надела на один шнурок, потому что он растопырщился вот так вот тут на кончике. Узелки, правда, сейчас завяжу и не снимет. Или вместе свяжу, он тогда тоже не снимет пока. И вот хорошо, по-моему, держится. Так что, надеюсь, что будет так нормально ездить. Но, конечно, я буду его учить, буду его заставлять, чтобы он учился. Узлы-то он хорошо умеет завязывать, а вот с бантиками у нас будет проблема. Будем учиться. Мы из-за этого, наверное, из-за того, что не умеем завязывать узлы, еще и пишем коряво.